Еще одна девушка со сниженным иммунитетом, постоянно сниженный иммунитет. Расскажу, как лечиться и расскажу, почему есть такие проблемы. Во-первых, сниженный иммунитет это не что-то, что с вами прям-таки случилось. Есть реальная история с синдромом проницаемого кишечника. Другой момент это хаотичное питание. И когда нас лечат медом с чаем, конечно же, это нам не помогает. Во многих случаях иммунитет это усвоенный белок, это жирорастворимые витамины усвоенные, ежедневные минеральные вещества, полноценное питание и движение. Вот это ваш иммунитет. Другой момент это, конечно, упрощение себе жизни, когда вы чувствуете, что абсолютно ничего не работает, я попью каких-то баночек, каких-то витаминов и будет мне счастье. Не будет вам счастья, потому что мы создаем себя ежедневно. Ежедневно кладем в себя ту или иную еду, ежедневно делаем те или иные действия, которые нас или приводят к результату, или уводят от него. Так вот, для того, чтобы ваш результат был стойким, нужно перестать лечиться иллюзиями. И говорят, больной ребенок, ну, конечно, он будет больным, если вы будете ему давать сладкое. Конечно, он будет больным, если он будет не добирать белка. Конечно, он будет больным, если ему вы даете постоянно всякие сладюсики и всякие подсластюсики. Соответственно, иммунитет это не что-то, что с вами случилось. Это то, что поступает в вас ежедневно. И что-то идет на работу нейромедиаторов, что-то на постройку иммунитета, что-то на другие расходные моменты. И, соответственно, для того, чтобы иметь хороший иммунитет, мало пить витамин D и витамин C. Нужно органическую кушать еду. Очень важно работать с микробиомом кишечника. Одна конфитуля и какая-то история вырубает ваш иммунитет на 4-6 часов. Соответственно, что мы с вами понимаем? Мы с вами понимаем такую историю, что сахар очень схож с витамином C. И мозг всегда выберет сахар. И, соответственно, потом ваш иммунитет останется пуст и снова по кругу. Ребята, не надо обманывать себя. Во многих случаях иммунитет вот здесь находится. Когда вы что-то берете и выбираете, делайте правильный выбор.